Что это нас делал? Антон Валерьевич, вспоминайте. Вот, еще раз. Вы обратились от имени своих подписчиков, их сотни десятки тысяч. Так? Вы обратились к одной из авторитетических садоводов России, ученой Даме. Так? И как вы ей вопросы задавали, вот, а вы же ученик Железова, вот, ясно, какие вопросы были приняли. И она писала свои ответы. Она не могла вас игнорировать. Вы сказали, вы ей написали, что вы представляете десятки тысяч подписчиков. Так же? Вот. Она, помаленечку, у нее, как бы, сказать. Вот. Может быть, это на сегодня все поговорим. Но это все. Почему? Это очень важно. Смотрите. Вот, есть такое. Я издаля начинаю. Я не могу иначе. Вот, она пишет по глубине 5-6 сантиметров. Так? Вот. Но уже не везде пишет. Вот. Она уже, как бы, немножечко двигается в сторону Железова. И не скрывает, что Железова знает, изучала. Вот. Например, а сразу отказаться от посадки на глубину 5-6 сантиметров она не может. Железова считает ее смертельной при посеве. Но уже при весеннем, уже пишет 2 сантиметра. Это уже близок к истине. И самое приятное, да, мне нравится. Она нашла компромисс. Вы можете просто отгрести лишнюю землю в лишнюю землю. Если боитесь заглубления корневой шейки на грязке. Вот. И вот, и обратите внимание. Я сейчас расшифрую до конца. И, может быть, даже этой даме, которую я уважаю, кстати, тоже это понадобится. Смотрите. Я рассказываю историю, которая меня сразу, это, как бы сказать-то, презрение. У меня уже таких фактов было десятки, а не кописту подсознаний. И вот однажды раздается звонок. Вы думаете, от какого-нибудь авторитета человека, который меня чему-то научил? Нет. Женщина купила у меня косточек. Я подробно рассказываю, но, честно, и это без обмана. Купила у меня косточки. У неё выросло, округляю, так понятнее будет, 40 саженцев. И достигли, весна, осень, не помню, но они достигли годового роста, в принципе. Так. Теперь 40. А 20 из них она посадила на постоянные места. Приезжая те, которые не посадили. И как я учу? Садите, как помидоры. Может быть, какие-то не взойдут, уже будет там не полметра, а может, два метра, не метр. Потом приезжаете. Но одни оставляйте навсегда. Я так пишу. Лучше из лучших. Остальные перезянуты уже на постоянные места, но уже другое. И что я пишу или рассказываю правильно? Самое лучшее. Те, которые остаются на местах. А пересаженные – это калеки. Даже если это сеянцы, не привито ещё. Прививка тоже – это калечения. И вдруг… А, то есть вот эти пересаженные, они менее здоровые. Они больше болезнью подвергаются. У них есть шансы погибнуть. То, которое выросло, уже там нет никакой гепатогенной зоны. Здравствуйте, правильно? Нормально. А пересаженные ещё под вопросом. И то, что она мне сказала по телефону, я потом ночью не спал. А у меня уже система. Я уже… Меня же тогда лучше знать, чем сейчас. Это сейчас полная пофигизма. А тогда-то меня печатали газеты, да ещё сколько писем, сколько звонков. Всё. Я был действительно в центре этого. Какой-то момент. Паутина. Всё ко мне. И вдруг вот это вот… Вы знаете, Ольга Константинович, все саженцы, которые оставила на месте абрикосовая, все погибли. Все, которые пересадила, внимание, все живые, растут нормально. А вы говорили, что должно быть наоборот. Вот тут-то я и влип. Но это ещё было до моего семинара в Москве. А если меня слышат сегодня или, допустим, завтра, там в записи услышат мои слова, сам Ребрик, главный редактор московского журнала Александр Алексеевич, он подтвердит. Он как раз и высидел мой семинар в Москве. И он скажет, да, железо в этот случай приводил. А приводил я его, почему вот здесь вот так вот, долго говорю. А приводил так. Я рассказал. Ну, я не говорю, что это случай рассказал. Но рассказал уже, я разгадал, что эту причину, как так, вросли себе и вдруг погибли, не тронутые, не пересаженные. Трудно было догадаться. Я же потом же уже с ней до конца разобрался. Вот так закопала. Ну, я так образно, она там называла цифры. Вот так. Ну, как вот здесь примерно. Они изгнили потом. И погибли. А пересаженные, тут ума-то, понимаете, всё, ребята. Ума-то много-то не надо. Когда саженец выкапывается и тащишь на новое место. Она годовалая, у неё корень-то стержневой. У неё нет вот этих пышных. Это их специально делают, когда пекировка. А ты раз, чик, центральный корень. А боковая потом, о, такой вот комичек. Но тут-то такого не случилось. Она выкопала центральный корень, чик, боковых нет. Как я понимаю, землю не держит. И голыми корнями пересадила. Но посадила, так уже другой, представляете, как садит. Дали бы корни под землей. И получается, выкопав заглублённые саженцы, она и спасла. Но мне только утром, когда я ночью почти не спал, а у меня такая, это, с головой. Я тугодум. Я почему в МФДИ не мог поступить? Самым лучшим шумом этого. А таких не берут тугодумом. Так я и оказался металлургом. Вот. Здесь тоже, кстати, много чего открыл. Но это другой разговор про металлургию. Вот. А главное, что я хочу сказать, что вот таким путём я достигал... А доверия нет никому. У меня же тоже гибли деревья-то. Гибли, а потом... А я же вытащил, смотрю, почему гибло. Он же злил же ниже этого. И вот так получилось. И вот получилось так, что сейчас... Потом... Я уже до конца договорил, и до этого сегодня всё. Хотя я не сказал половину, что хотел. Вот. А там в Москве на конференции, когда я всё это рассказал. Ну, не так, конечно. Там надо было больше и быстрее. И без этих... Без эмоций, без эпитетов. Вот. Я просто говорю, вот так садите. Вот так это... Если посадите на такую глубину, будет так. Если так... Вот. Но опять сложнее, ребята. Может, в последний раз разговариваю. Откуда я знаю? Может, ещё три года буду в голову брать. А может, в последний день. И вот на всякий случай говорю. Вот. Что получается? Ведь не так всё однозначно. Вот почему на 5-6 сантиметров, а потом он научит разгрести? Да потому что там комфортнее. Туда мыши труднее добраться. Там сырее, чем вот тут вот, как я учу. Шансов зайти больше. И значит, значит, из там 100 у него зайдёт 80, а у меня, допустим, 20. Ну, пусть мои 20 будут здоровее и проживут 40 лет. Но на момент-то, это же школка, её потом уже выкопать. И выкопав, вот, с глубины 5-6 сантиметров вот это, спасти. И получается, право не я, право, это самое. Ой, у меня память-то нет. Вот. Я почти боготворю эту даму, она мне помогает. Лариса Андреевна, это уж извините. Вот. Так вот, Лариса Андреевна. Я вас буквально боготворю в том плане, что... Ой, сейчас. Потерял эту, вашу статью. Ага, вот она. Вот. Но, всё-таки я, получается, два варианта. Один заглубление, потом разгрести. Заглубят, заглубят, а развести не догадаются. И вот, получается, два варианта. Вы, ученики мои, она тоже написала книгу, она пишет статьи. Выбирайте, что вам больше нравится. Вот так вот. То есть, ничего однозначно в жизни не бывает. А этот Александр Алексеевич Ребрик подтвердит, что было дальше. Встаёт женщина и говорит. Нет. Вы мне скажите. А она с тетрадкой? С ручкой. Вы мне скажите. На какую глубину я должна садить? И опять. Если посадить поглубже, мы будем иметь больше... Это самая, схожесть. Зато они потом сгниют, если их не пересадить. То есть... А у неё истерика. Она же заплатила две с половиной тысячи за вход. Правда, деньги-то не мне достались, но... Это... То есть, администрация столько брала, скажет. Подвесла тысячи. Вот так вот. Полный зал. Вот что бывает. Истерика. Не хочу я знать эти детали. Скажите. Скажите. Напишите. Посажу на шею. Скажите. Как я говорю. Вот столько символическое. А потом у неё сотни... Восемь с ним зайдёт. Я буду виноват. Вот это я дал. И, наконец, последнее. Опять из этого. Итак, комедия течения. Вот. По её словам. Антон Сафронов, он же нудный мужик. То, что анекдот рассказывал про это. Его тоже касается. Вот. Он и написал. Железов говорит, что комедия течения – это не болезнь, это лечение. Вот. А она выбрала проведущий вариант. Комедия течения является симптомом. Вот уже другой разговор. Но тут есть один... Не могу я простить уж, ребята. Я же фанатик. Если хорошо зачистить рану, а я говорю, не трогайте рану. Не трогайте эту комедию. Она уже... Вот. Только хуже сделала. Вот расхождение в этом. Вот. Повторяю. Антона десятки тысяч подписчиков. Это не шутки. Так? И вот самое страшное было потом. Или обжечь поэмной лампой. Вот. Она не знает. Она посоветовала. Это не её. Я уверен, что она поэмную лампу в руки никогда не брала. Знаете почему? Вот. У неё и так много было потерь. Если бы она ещё поэмной лампой, бы до каждой эту, у неё бы не было ни одного дерева. Огонь – это такая страшная вещь. Это уничтожение камбия и его коры и камбия. Ничего вы не сделаете против павильной лампы. Это смерть. Это палаческий пример. Видите как? Это при том, что я уважаю, и я считаю так, всё равно как-то до неё дойдёт. Почему? Укорачивает так же, как Железов. То есть знает же, знает. Ведь когда-то всё интересно было, а почему Железов там в Сибири? Поняли, да? Ну что, заканчивать буду. Это у меня уже тема совсем другая. Совсем другая тема. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова